Итоги уходящего четверга подбудут наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Под защитой государства в Бобруйске прошла церемония принесения присяги для вступления в белорусское гражданство. Я живу в тишине и спокойствии. Как это было? Цепочка аморальности перекрыт крупный канал поставки наркотиков. До потребителей дошли тысячи доз психотропа. Кто торговал смертью? В полном метре наша история. Беларусьфильм представит зрителям киноленту на другом берегу. Будут и дневные, и вечерние сеансы. Почем билет? А также национальная безопасность, выгодная альтернатива и школьная пора. Первый урок в школах пройдет по теме «Беларусь и я. Диалог мира и созидания». Сколько первоклашек сядут за парты? Президент собрал заседание Совбеза по вопросам обеспечения национальной безопасности. Геополитический интерес к нашей стране со стороны Запада не угасает. Напряженная обстановка в мире и непосредственно у наших границ санкционное давление не позволяет самоуспокоиться. Время заставляет быть значоком. Весной Варшава уведомила о решении не выполнять договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении нашей страны. Это фактически последний юридически обязывающий международный акт в сфере контроля над вооружением. Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях, которых никогда не было и быть не может. Нагнетает истерию по поводу присутствия на нашей территории сотрудников частной военной компании «Вагнер». Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой. Ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. Ред предложений по выработке мер обеспечения национальной безопасности, которые были представлены президенту, глава государства поручил доработать и представить в виде постановления. Молодость за решеткой. Перекрыт канал поставки наркотиков в Беларусь. Оперативники обнаружили у 27-летнего меньшанина около 4 килограмм особо опасного психотропного вещества. Фигурант оказался оптовым курьером виртуального маркета. Крупную парцию мефедрона привез из-за рубежа для расфасовки и дальнейшей передачи на реализацию более мелким распространителям. Благодаря профессиональным действиям сотрудников милиции был пресечен канал поставки наркотиков на территорию Беларуси, а до потребителей не дошли тысячи доз психотропа. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Торжественно клянусь, в Бобруське прошла церемония принесения присяги. Нововведение вступило в силу в июле этого года. Полноправными гражданами нашей страны стали более 20 человек из Украины, Армении, Казахстана и России. Как это было, расскажет Ольга Васенда. Сердце обливается кровью. В конце 2015-го Валентина Асессорова продала дом за копейки в родном Донецке, чтобы жить в мире и спокойствии. В сторону Ростова добиралась попутками через минное поле. Оттуда приехала поездом в Бобруськ, где с теплом приняли родственники. За 8 лет практически с нуля обустроила жилье в частном секторе, обрела новых друзей, а главное – уверенность в завтрашнем дне. Я живу в тишине и спокойствии. И очень удивляюсь некоторым людям в Беларуси, которые не ценят это. А у меня есть с чем сравнить. Чистый воздух, красивая природа и уютные улицы – причины, по которой семья Кулик переехала из Казахстана в Беларусь два с половиной месяца назад. Выбрали Бобруськ. Здесь обосновались их дети и внуки. Через пару недель после приезда Валентина и Николай приобрели двухкомнатную квартиру в микрорайоне Киселевича. Все устраивает. Мы здесь так быстро и легко обжились. Супруга младшего сына, она педагог. И как бы сразу здесь инновационная школа открылась. Ей предложили здесь место поработать. И в общем, как-то все складывалось так, чтобы дети приехали в Беларусь, именно Бобруськ. В июле этого года вступили в силу изменения в закон о гражданстве. Теперь, чтобы стать полноправным жителем нашей страны, иностранцы принимают присягу на белорусском или русском языке на выбор. В Бобруське такая церемония проходит впервые. Дает клятву быть патриотом второй родины 21 человек из Украины, Армении, Казахстана и России. Это было искренне. Это было от души, потому что люди принимали присягу на верность белорусскому народу. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие прошло на высшем уровне. Прежде чем получить паспорт новоиспеченным гражданам, предстоит сдать тест на знание одного из государственных языков – русского или белорусского. Этого можно избежать в случае наличия аттестата или диплома о получении должного образования. Все новации в закон позволяют иностранцам сделать осознанный выбор в пользу мира и спокойствия. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Отмена ограничений снова в школу и медпрепараты Поднебесной. В 2024-м в стране начнется производство китайских лекарств. Что еще в планах? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси с 1 сентября отменяются рекомендации по профилактике COVID-19. Речь об учебных заведениях, учреждениях здравоохранения, религиозных организациях и ветклиниках. Но необходимо соблюдать требования санитарных норм и правил, которые направлены на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и коронавируса. В стране заметно сократилось потребление природного газа. В основном благодаря выработке электричества на Белое С. К настоящему моменту станция сгенерировала 18,5 миллиардов киловатт-часов. Газоснабжающие станции за семь месяцев поставили на 15% голубого топлива меньше, чем годом ранее. В стране в 2024-м начнется полноценный выпуск китайских медпрепаратов в Великом Камне. Сейчас Беларусь приобретает в КНР не только готовые лекарства, но и около 500 фармацевтических субстанций, которые необходимы для создания медикаментов. Следующий этап – регистрация и локализация производства в Беларуси. На пороге нового учебного года первый урок в школах пройдет по теме «Беларусь и я. Диалог мира и созидания». 1 сентября двери распахнут 2865 госучреждений, которые реализуют образовательные программы общего среднего образования. За парты сядут более миллиона учеников, из них порядка 110 тысяч первоклассники. 1 марта 2024 в Беларуси появится новая система борьбы с мошенниками. Обмен информацией между банками и правоохранителями позволит оперативно блокировать несанкционированные операции. Многие транзакции можно будет приостанавливать до того, как аферисты успеют вывести деньги. За 2023 в стране зафиксировано 10 тысяч киберпреступлений. Приятная новость. Беларусам с 1 сентября повысят пенсии. Увеличение коснется всех видов по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. В среднем прибавка 5%. Сумма у каждого своя. Все зависит от стажа и уровня дохода за время работы. На выплаты направлен 1,7 млрд рублей. В Первомайском районе повышение коснется свыше 29 тысяч пенсионеров. Также хочу отметить, что с увеличением бюджета прожиточного минимума с 1 августа были увеличены социальные пенсии. Во второй раз за год повысится и базовая ставка. Сумма врастет с 228 до 235 рублей. Благодаря этому увеличатся зарплаты бюджетников. Дополнительную надбавку в виде 15% от оклада получат учителя и преподаватели за классное руководство и кураторство учебной группы. На другом берегу Беларусь-фильм представит зрителям историческую драму. Показы пройдут во всех кинотеатрах страны, приуроченная не ко дню народного единства. Автор сценария Иван Криворучко. Режиссер-постановщик Андрей Хрулев. Сам фильм рассказывает о событиях 1925-го, когда после подписания мирного рижского договора вся западная часть Беларуси оказалась под властью поляков. Местные жители 4 года ведут партизанскую войну. На территории работают агенты советской разведки. Но все попытки отстоять хотя бы собственную веру и церковь жестоко подавляются. Этот фильм будет демонстрироваться и в кинотеатре «Товарищ», и в кинотеатре «Мир». Для удобства наших зрителей у нас будут и дневные, и вечерние сеансы. Стоимость билета 3 рубля. Узнать время сеансов можно в социальных сетях кинотеатров. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!